здравствуйте сегодня поговорим с вами о проводных машинках вол у проводных вибрационных машинках вол и о их чудесных моторах вол не перестает писать на каждой упаковке что у нас тут патентованный мотор уникальный неповторимый ни у кого больше такого нет и с каждым разом мотор у них становится все мощнее и так давайте для начала начнем с машинки для дома машинкам вол оксфорд позиционируется как домашняя машинка но при этом не забывают писать на упаковке что ее мотор на 35 процентов мощнее чем у остальных машин хорошо вскрываем и что же мы здесь видим мы здесь видим самый обычный индукционный мотор иногда его еще называют магнитный мотор в принципе когда я разбирал типы двигателей я расскажу уже подробно слабый стрёмный греется шумит частота 6000 движений в минуту хорошо итак эта машинка для дома здесь стоит самый простой мотор дальше идет начального уровня профессиональная машинка wall pro clip снимаем то что же мы видим мы видим что ничего абсолютно не изменилось единственно здесь у нас двигатель был заклеен прозрачным скотчем здесь у нас заклеен непрозрачным скотчем все других изменений нет но и немножко изменились контуры корпуса как это влияет на работу но я подозреваю что никак и так двигатель в 3000 самый простой профессиональный двигатель от вол который является одновременно и двигателем для домашних машинок вол который является самой допотопной моделью двигателя на машинках для стрижки электрических наверное вообще дальше это была у нас вол про клип дальше wall super taper мотор в 5000 улучшенный мотор который на 30 процентов мощнее чем в 3000 хопа сняли давайте попробуем угадать чем же здесь отличие и так катушка осталась та же самая все тоже самое осталось но обратите внимание изменили форму магнитопровода сердечник он же магнитопровод ну и рычаг до который приводит в движение у нас сам нож уже здесь появились выемки для чего мотор магнитный здесь протекает ток возникает индукция на магничивание притягивается у нас металлический рычаг к металлическому сердечнику в воздухе магнитные волны так это назовем магнитное поле а воздухе очень быстро затухает поэтому чем меньше расстояние тем лучше а если посмотреть на этот двигатель в 3000 то здесь расстояние у нас меняется большое расстояние маленькое расстояние здесь же у нас расстояние никак не меняется здесь и здесь за счет того что они соприкасаются практически боками что приводит к улучшению проводимости электромагнитных волна дальше в 5000 это хорошо но денег хочется еще больше давайте придумаем новый двигатель в 9000 который на 40 процентов мощнее чем в 5000 и так ферри стала еще на 20 процентов гуще и мы получаем двигатель в 9000 что же изменилось катушка та же самая все то же самое рычаги те же самые но снова изменили форму магнитопровода здесь у нас просто ступенечка здесь конструкция по типу шип паз и не очень хорошо видно здесь вот открыто до такой маленький бугорочек а здесь же у нас магнитопровод сердечник практически вот во всю ширину катушки насколько это влияет на мощность двигателя реально это влияет чуть больше чем никак да действительно некоторые улучшение в работе существует но тем не менее эти моторы остаются намного более слабыми чем все остальные типы моторов чем пивотный мотор вибрационный ну и тем более чем роторный или линейный мотор что еще необходимо здесь отметить моторчики довольно таки слабенькие довольно шумные тяжелые нагреваются то есть данная машинка она не очень подходит для снятия массы но тем не менее она очень надежно ломаться здесь практически нечему то есть здесь подвижная деталь это только вот этот рычаг до который в общем-то но ломаться в нем не чем кусок металла сам двигатель статическая обмотка ничего при работе с ней не происходит и так мы с вами посмотрели что в принципе моторы машина колл практически ничем не отличаются да у них есть некоторые отличия между в 3000 в 5000 наверное этот мотор должен работать все-таки немного плавнее но не надо забывать что в индукционном моторе движение идет только в одну сторону за счет мотора притягиваться за счет моторов противоположную сторону движения всегда идет за счет возвратной пружины поэтому как бы мы не усиливали мотор в обратную сторону нож у нас идет практически в холостую за счет пружины что у нас нивелирует практически любые изменения конструкции магнитопровода и так далее и так машинки в принципе хорошие надо понимать что это двигатель начального уровня в принципе неплохо подходит для работ по фейдингу в принципе плохо подходит для работ по снятию массы но зато эту машинку можно купить один раз и навсегда меняя на ней только ножи на этом пожалуй все если будут какие то еще вопросы по отличиям мотора пишите в комментариях надеюсь все таки на видео было видно все это хорошо и наглядно на этом прощаемся подписывайтесь на наш youtube канал чтобы не пропустить новые видео вступайте в нашу группу вконтакте енот по стригун добавляйтесь в друзья вконтакте к пользователю енот по стригун если у вас есть какие то интересные вопросы и вы хотите поболтать заходите на наш сайт енот по стригун где вы можете подробно ознакомиться с характеристиками всех рассмотренных машинок глянуть какая на них сейчас цена ну все пока пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр